Всем привет! Валя уже пошла работать. Привет, скажи! Ее не слышно. У нас выдался один выходной, вот как раз мы с него выходим в рабочие дни. Несу я вот эти вот сидушки на беседку. В общем, буду разбираться как минимум в течение двух дней с нашей беседкой. Валя что-то тоже тут задумала, потом покажем, что она делает. Ну, она сама покажет, расскажет. Сто миллиардов дел. Сто миллиардов дел, как обычно. За эти два дня нужно их все сделать. Короче, в течение двух дней буду разбираться с обшивкой беседки, как минимум, потому что ну вот она вот такая страшненькая, многие обратили на внимание. Я убрал доски, чтобы мне дверь поставить нормально. Вот. Но в любом случае, вот эти гвозди нужно убирать и скреплять шурупами. То есть, и соответственно, так как у меня сырая доска была, щели появились, нужно будет состыковать, чтобы все было без щелей. Плюс также со стороны улицы, вот здесь вот между крышей и, соответственно, стеной, нужно закрыть 200 миллиметровой доской. Вот с этой стороны, с этой стороны. Многие обратили внимание на то, что внизу щели, тоже не доделки. Также буду сегодня это доделывать. Плюс вот эта обшивка. Ну, в общем, работы очень много. Короче, работы много. За эти два дня мне, как минимум, вот эти вот вещи нужно сделать и в дальнейшем... А, еще и полку. Полку Валя просила. То есть, наверное, это уже будет на следующий день. Но, в любом случае, все это мы покажем. Может быть, даже рассказывать не надо. Короче, поехали работать. Субтитры сделал DimaTorzok Как с той сказки. Сяду на пенек, съем пирожок. Ты что, такая запахавшаяся бегала? Да, бегала. Туда-сюда, 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 с дровами. А, с дровами, понятно. Детей нет, так бы помогли, да? Ну, давай я тебе помогу тогда. Пойдем помогу. Ну, а то там много их дров. Дети приедут, еще будем, как этот, как конвейером. Туда-сюда, туда-сюда. Все будем бегать, короче. Ладно, пошли помогу. Уронил. Как аккуратненько у тебя все получается. Ага. Три килограмма упало, один положил. У тебя все дрова в килограммах? Ага. Слушай, за всю историю канала я ни разу не произнесил эту фразу. Но спонсором этого видео является игра Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Это пошаговая ролевая игра в духе фэнтези. Только что отметила двухлетний юбилей и прямо сейчас проходит множество юбилейных мероприятий и турниров. Если вы поторопитесь, то сможете застать некоторые из этих особых событий и получить в свои руки бесплатные подарки и награды. Вы также можете стать свидетелями первого в истории турнира среди кланов, где игрокам будет представлена возможность сразиться напрямую с другими кланами, чтобы увидеть, кто из них окажется победителем. И если этого недостаточно, Raid также выпустил первую партию чемпионов во фракции Воины Сумрака. Совершенно новой фракции в азиатском стиле с потрясающими чемпионами. Вдобавок ко всему, в этом месяце в игре появятся огромные обновления, в том числе новые крутые боссы в Роковой башне. Благодаря всевозможным обновлениям, новым функциям, турнирам и подаркам, игра никогда еще не была лучше, чем сейчас. Не ждите и присоединяйтесь к сообществу Raid. Вы можете найти меня в игре под ником Корней, и каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает наш канал. Помогите собрать 290 инсталлов. За прогрессом скачивания вы можете наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. Качай Raid, только по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Для наглядного примера, что было. То есть вот это со стороны печки. Стена не обшита еще толком. С этой стороны тоже надо будет подтянуть все эти доски друг к другу. С этой стороны также не хватает доски, чтобы закрыть эту всю нишу. Ну а здесь надо подтянуть винтом доска и почистить доски грязные. Давай, натаскивайся. Че тут? Упертый. Упертый. Часто в комментариях можно увидеть такой вопрос. А как часто вы чистите клетки у кроликов? Да по-разному это все бывает. Это все зависит от того, как кролики испачкают. Я вот так смотрю, у меня мой, как называется, колхозный загар. Ладно, сезон открыт. Вот эти две мамашки-соседки абсолютно разные. Вот это вот не столько гадит. Вот у нее, видите, у нас там краешек сеткой. Они по сути должны туда ходить, и это все должно уходить вниз. Но не всегда это они делают. А вот эта, она таскает очень много сена. Потом проливает воду. Ну, отойдите, дай покажу-то. Он ее там под дом стоит. Проливает воду. И это все мокрое. Еще она там своих делов туда наделает. В общем, у нее через неделю может быть вот так вот четверть клетки. Вот белочка у нас тоже любитель потаскать туда сено. Очень много сена тоже таскает. Но самый чистый у нас снежок. Вот у него там в углу чуть-чуть там есть. Я это сейчас все выгребу. И все. У него все чисто. Снежок. Молодец. В номинации самый чистый крол побеждает снежок. Нет, а ты там зря бегаешь туда-сюда. Ты нет. Не побеждаешь вообще ни разу. Потому что ты свинтус еще тот. Так, вот этих свежеиспеченных мамаш тоже надо почистить. Я вот здесь начала. Видите, какой слой сена она здесь натаскала. У нее, в общем, гнездо было вот с крольчатами вот здесь. Вот видно хорошо. Я их вытащила оттуда и перенесла. Перенесла сюда в маточник. Вон они в углу. Да, они кушают. Ну, дай покажу. Вон они далеко там в углу. С ними все хорошо. Они живенькие. Я понимаю, что сейчас на меня опять в комментариях налетят, что, Валя, нельзя их трогать. Но поймите, они родились неделю назад. И, не дай бог, за эту неделю кто-то из них не выжил. И вот когда вот она таскает все это сено там и так далее там. В общем, это нужно обязательно проверять. Потому что, если, не дай бог, заведутся червячки, они могут навредить даже живым кроликам. Поэтому проверять нужно обязательно. Вот. Пошла чистить у второй крольчихи. У этой мамашки вот здесь вот видно три крольчонка. А с той стороны семь. Но там были погибшие, и поэтому хорошо, что я это все дело почистила. А что это вы тут разлеглись-то, охламоны? Жарко вам, да? Устали бегать. Рамулька, ты здесь травку ищешь, да? Что-то жуешь. Что-то жуешь. А вы, терзята, туда-сюда бегают. Ну, иди сюда. Ну, что вы отвернулись-то от меня? С задницами своими встали. Ну, повернитесь лицом ко мне. Вот. Ну, почти. Ну, иди сюда. Ай. Ну, боитесь, что ли? Ну, на, понюхай. Что это такое? Ну, что это такое? Ну, блин, смотри, какие. Смотри, какие большие. Смотри, какие большие стали. Да? Я тут уже сбил доски, убрал щели между ними, и получилась в итоге вот такая вот щель. 55 миллиметров. Ну, вот с этой стороны я рейку поставил. Сейчас вот еще одна. Сюда вот поставится. Вот. 55 миллиметров, соответственно, на все это усохли вот эти все доски. Поэтому я их не зря сбил гвоздями, теперь закрутил шурупами. Ромонтик, ты чего там орешь-то? Ромонтик, ты чего там орешь-то? Я не знаю. Ромонтик, ты чего там орешь-то? Нет. Продолжение следует... Всем бы так валяться как кошкам Хватит уже дразнить Кошка, можно я рядом с тобой поваляюсь? Иди мышей лови Пригрелась на солнышке У нас сегодня погода такая В общем ветер немного, но ничего страшного Потому что уже в 8 утра у нас было плюс 10 градусов на улице В общем тепло очень, прям весна И птицы поют, летают здесь Всякие разные уже прилетели В общем я все хожу по огороду И у меня руки часто что-нибудь посадить Я понимаю, что рано еще Но я естественно себе дело уже нашла Сейчас займусь важным делом, которое я хотела еще несколько лет назад сделать Купили мы в городе себе вот такой вот спандбонд Вроде бы так называется Он черно-укровной материал В общем для клубники У меня здесь есть грядочка На ней хорошая клубника растет Но она так зарастает Чтобы она не зарастала Надо все лето здесь на коленках стоять И каждую троинку выдергивать Я решила, что я сейчас все это дело перекопаю Укрой вот этим вот материалом И как говорится, будет мне счастье Так что я приступаю Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, ну здесь дикий ветер Полуги мне, пожалуйста Тащи ее, да? Длину хотя бы по мере Ну она 10-метровая вроде Так, ну что, все? Да? Ну вот чуть-чуть я сделал здесь нахлёст Ой, да ладно, я что-то не понимаю Да, у этой одной штуки Все, ее и резать-то не придется Да ладно Она узенькая, смотри Ну, ты здесь как раз чуть-чуть А, метровая она точно Ну а метров она Нифига себе Этот ветер сейчас меня унесет в том числе В общем, грядка готова С понбондом укрыта Я вообще ни разу не могу сказать, что мне Внешний вид нравится Надеюсь, функционал оправдает себя Приступаю к пересадке клубники И надеюсь, что когда она разрастется Все это дело будет выглядеть лучше Потому что как-то Ну некрасиво Некрасиво Мне не нравится, как выглядит У нас тут Соня со школы пришла И пытается козлят поймать Соня, козу лови Козу лови Зачем? Она так быстро не убегает Нет, я козлят хочу Соня козлят хочет У нее азарт Вот так вот Я представляю, если Катя придет Козлят будет За козлятами гоняться будет Давай лови их Козлята, бегите А, все Нет реакции Никакой У нас Катя, как и ожидалось, осталась дома И у нас в инкубаторе уже пищат гусята Катя все никак не дождется Открой, открой Она, видишь, уселась, подушечку взяла Все у нее там удобненько У нас уже, получается, сегодня-завтра должны уже вылупляться Ну, они проклюнулись, сейчас покажу Видишь, проклюнулись. Их много, они пищат. Надо их сейчас увлажнить. Проклюнулись их очень много. Не все. А почему они все? Вот здесь вот вижу еще один, вот здесь вот. Так, а слушай, они со вчерашнего вечера еще вот так вот у них клювики. Почему они... Мне кажется, как-то долго они, нет? Ну, увлажним, а сегодня вечером, может быть, чуть-чуть вот так вот поможем им. Ну, поможем, в смысле просто раздавить скорлупку чуть-чуть, да? Вот так вокруг. Ага. Потому что в том году мы каким-то не помогли, а надо было, и это погибли. Ага. Не, котенчик, не надо, не надо, котенчик. Ну, ковырять пол и все нельзя вот эти вот убирать, чтоб кислород поступал. Потому что у них здесь есть сосуды вот на вот этой вот пленке красной. Если повредить, то они погибнут, да. Посмотрите, видите, он там открывает, мордочку дышит. Ну, а какие-то неактивные почему-то. Неактивные? Угу. Да, котенчик. Да, котенчик, как гусенок. Ладно, короче, завтракаем и идем работать. Сейчас их закрываю и все, удобно. Так, а ты говорил, брызгать надо? Будешь? А если я его поглажу, он почувствует, что я его поглажу вот так вот? Не знаю. Так, Кать, всё, не надо, а то Катя тоже идёт гладить. Всё? Ага, ладно, всё, давайте. Катюненька, давай показывай. Привет, Мир. Привет, Мир. Катя решила сегодня поздороваться с Афином. У нас сегодня, давай расскажем, главная, важная миссия с Катей, да? Мы сегодня хотим, покажи лук. Сначала же мы лук возьмём, да? Два вида лука. Какие, Катюни, рассказывай. Обычные и фиолетовые. А говорят, что фиолетовые, это красные. Правильно, неправильно взрослые говорят. Нету красного лука, есть фиолетовый. Что мы ещё сегодня с тобой будем? Ааа, так, доставай. Это редиска, да? Это редиска белая. А давай её поближе, её не видно. Катя сама выбирала редиску. Белая редиска. А это мама выбрала. Обычную мама выбрала. Ещё вон Катя взяла. Жёлтую. Жёлтую из немецких семян. Посмотрим, что из них вырастет. И морковки. И морковки мы взяли. Тоже хотим. Одинаковые. А? Одинаковые. Ну они почти одинаковые. Там они в пакете другой. И ещё Петрунька, Катюнь. Я не забыла. Не забыла? И ещё у нас Петрунька. Ну ты так быстро показываешь, никто не успевает ничего смотреть. Ладно, давай я поближе. Вот. Вот. Петрунька, редисочка, морковочка и лучок. А вот это разные. Разные. Это вот дела на сегодня у нас прям надо. Потому что мы хотим свежую морковочку уже начинать скоро кушать. И мы не кнопки дали. Морковку. Или белочке. Белочке? Да. Мы её в огороде нашли. Да, у нас там крольчиха, которая родила. Мы ей дали морковку свежую. Она прям... Ой, а пойдём заснимем это дело. Пойдём. У нас и крольчиха родила. И ромашка родила. И лусяка родила. Да, и цыплятки скоро будут там плохо села. Вон, смотрите, как она уже сгрызла морковку. Вкусно? И Джесси, наверное, родит. Да нет, Джесси, наверное, не родит. В общем, морковку она уже грызёт. Догрызает. Вкусная морковонька даже? Конечно. Странно, что мы вот сейчас там начали с Катей вот эту вот грядочку копать. Вот эту вот. И она там осталась. И эта морковка, да, осталась с зимы там. Вот так вот. Как сохранить морковку в свежем виде? Оставить её на грядке? У Кати сразу такой взгляд. Я пошутила, Катя. Представляешь, зимой на улице минус сорок, а мы идём морковку копать. Ладно, пойдём начнём всё садить. Сажать, сажать, правильно, сажать. А ты что сказала? Я сказала садить. Ну я путаю всё время. Садить тоже есть. Тоже есть садить. Сажать нету? Нет, наоборот, котенечка. Ладно, пойдём. А нет, там видишь, под углом. А, под углом подрели. Слушай, а это была старая страшная доска, я это вот так её сделал, да? В смысле? А ещё покрасим, нормально. Ну да, вот с этой стороны-то она какая страшная. А, я поняла, это те, которые мы бесплатно брали. Ну да, это вот пристроено. Ладно. Ну что, ты уже знаешь, как надо лук садить? Да. Его чуть-чуть подальше от него надо качать. Они не так близко должны быть. Ладно. Вот, молодец, да? Вот, ты даже правильно не вверх ногами даже сделала. Молодец. На, давай дальше бегаем. Ты мне будешь помогать, да? Да. Ну давай. Вместе будем? Да. Не, давай. Нет, далеко котенечка совсем. Вот так вот. Поливать здесь земля стараюсь, здесь не надо поливать. Он когда-то. Мама как-то не снималась. Ничего страшного. Оставь его там. Окей. Итак, супер огородники Екатерина Артемовна, выбираешь редиску какую будешь сейчас? Белую. Так, давай сюда ее. Покажи нам. Давай я покажу какая она. Ну пока ты аккуратненько сама покажешь. Ну ты немножечко не туда. Дай покажу. Вот так вот. Вот у нас есть белая редисочка. Мы ее сейчас будем с Катюнечком. Прям сегодня птицы у нас заливаются. Все оторвало? Ой, молодец. Пойдем. В тепличку ее сейчас. Так аккуратно не порви. Вот это да. Все расцепится. Что, много? Нет. Мало? Ну пойдем. У Кати здесь образовался свой собственный огород. Она решила, что она сама будет все здесь садить. Сажать. Садить. Нет, все правильно садить. Лук у нее здесь есть отдельно. Морковка. Сейчас у нее редисочка. Где лук? А, лук ты сюда не брала, да? Морковка и редисочка, да? Да. Как думаешь все вырастет? Да. Катя супер огородник. Молодец. У наших кур коллективная баня. Они там купаются в... Как это называется? Пыль. Как по-другому сказать? Ну, в пыли купаются в общем. Гуси с той стороны улеглись. Куры с петухами здесь копаются. Благодать. Один гусь не улеглись. Улеглись. Видишь, как они там. Один гусь не улеглись. Один гусь не улеглись. Ну, один гусь там охраняет кого-то. Она пускай копается. Мы с Катей бабочку увидели. Бабочка. Бабочка села. Ой, улетает. Улетает. Ай, мы ее не сможем заснять. Почему не надо? Не мало. И зелень это вкусно. Катя, ты чего не кушаешь зелень? Вкусно. Зелень и яблоко. Яблоко? Тебе кинуть туда яблоко? Зачем ей там укропчик? Ей яблоко. Нравится есть. Да, у нас между работами перерыв на обед. И на обед у нас супер вкусная лапша, как обычно с петухом. Катя говорит, мне пожалуйста без мяса и без укропа. Короче, я одна лапша. Одна лапша с водичкой. Но все равно это вкусно очень. Водичка из колодца налито. Да. Это все время родители над нами так в детстве шутили, когда мы говорили, что нам тоже без сил. Он говорит, может тебе просто там воды из колодца взять, макарон насыпать. Да. Ладно, ну что, приятного аппетита. Короче, да. Ну хорошо, вы поработали, в общем, с грядкой. Я там, короче, с беседкой, потом разберусь и покажу, хоть что у меня получилось. А у меня споря огород. Да. Папа, кстати, не знает, а у Кати ее огород. Так что мы потом еще после обеда выйдем еще поработаем. Работать там много. Да. Тебе приятного аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо. Вот он, вот она. Благодать. Супчик дня. Супчик дня. Супчик дня. В ресторанах тоже есть супчик дня. Ну я представляю, сколько они стоят такие супчики дня. Ну прям у меня есть домашний кур. Это дорого, наверное. Есть лапшичка вечера, утра и ночи. Так, кто из вас хлебет будет? Не я. У нас часто спрашивают, почему вы едите без хлеба. Потому что хлеба мало у нас едят, в основном я одно хлеб ем. Чеснок давай. Так, чеснок, точно чеснок. Оба, у нас шмели прилетели. Привет, куда ты? Ну что, мы в течение двух дней трудились по различным инстанциям. Я, естественно, практически все время уделял беседке. Но также отвлекался. И сейчас хочу показать, ну вот я до этого записывал, что было, что стало. Хотя бы частично покажу. Вот там, где была труба, естественно, помните, здесь были щели. Очень много было, ну очень много отсутствовало досок. Вот, в принципе, вся стена готовая. И вот, кстати, разница, видите. То есть вот эта серая доска, я ее покрыл хлоркой. А вот эта такая же была, она стала белая. В общем, вот эта стена готовая. С этой стороны стена также готова. Сбил я все доски с этой стороны, с этой стороны. Вот здесь вот, не смотрите, что щели. Мне не хватает времени, приходится отвлекаться. В общем, здесь будут наличники аккуратные. Вот такие вот наличники будут. Дизайнерское решение решили применить. Так же, как на дровяняке. То есть они, во-первых, как декор, плюс закрывают пену. То есть щели между рамами и стойками. Соответственно, вот здесь с углов такие же будут. То есть только во всю длину. Соответственно, за всю высоту. С этой стороны, вот здесь уже с краю такая же стоит декоративная доска. Ну и вот с этой стороны такая же стоит. Я прибил гвоздями, потому что нужно будет красить в два разных цвета раму. И основную часть беседки, соответственно. Вот угол изнутри я уже начал обшивать. Вот еще одна доска. Ее надо распилить на две части и поставить. Ну и останутся небольшие доборы. Но делать я это буду вечером. Сейчас объясню почему. Не рассчитал я немного своей силы. Хотел в течение двух дней это сделать. Но я вечером еще буду это делать. То есть, в принципе, это считается. И уже в каком-нибудь из видео покажу. Красить мы будем, скорее всего, в оранжевый цвет. Мы уже с Валей определились. Оранжевый с белый или молочного цвета. Вот. Концепцию вы поняли. Может быть, кто-то для себя зачерпнет что-то новое. Вот эти вот дизайнерские решения. Так же, как в дровянике у нас использовались. Кто не видел, можете посмотреть видео отдельно. Есть на канале. Ну, в принципе, и все. Сейчас пойду пообеду и продолжу. Но это уже будет в каком-нибудь из видео другом. Или это будет уже в видео готовая беседка. Я думаю, что многие ждут этого видео. Все. Всем счастливо. Всем пока. Спасибо, кстати, большое за комментарии. Правда, в последнем видео их очень мало было. Не знаю, с чем это связано. Может быть, наверное, просто дачный сезон начался у людей. В общем, в любом случае, всех вам благ. Спасибо большое за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.